Царь Небесный Души наши Господи, просим Тебя Благослови наши занятия Не допусти нам уклониться ни направо, ни налево От истинного понимания смысла Прибудь с нами Всякие споры, распри ненужные удали от нас Дай нам единомыслия, любви друг к другу Единодушие, просим Тебя, Господи Тебе же славу осылаем Отцу и Сыну и Святому Духу Ныне и всегда и во веки веков Аминь Во имя Отца и Сына и Святого Духа Аминь Сегодня 17 января 2020 год Первое послание Коринфянам Первая глава 22-23 стихи Ибо и иудеи требуют чудес И елены ищут мудрость Картинки нету Сейчас сделаем Ибо и иудеи требуют чудес И елены ищут мудрости А мы проповедуем Христа распятого Для иудеев соблазн А для еленов безумие Толкование Павел хочет показать Как Бог Противоположными средствами Производил противоположные действия И говорит Когда я скажу иудею Верь Он тотчас потребует Для подтверждения Проповеди знамений Но мы проповедуем Христа распятого А это не только Не показывает знамений Напротив Кажется слабостью И однако Это самое Представляющееся немощным И противоположным тому Чего требует иудей Приводит его к вере И показывает Великую силу Божию Опять Эллины ищут в нас мудрости Но мы им проповедуем крест То есть Проповедовать Бога распятого Казалось бы безумно Однако и они Этим убеждаются Итак Не есть ли это доказательство Величайшие силы Когда они убеждаются Противоположным тому Чего сами требуют Для иудеев Говорит Распятый Служит соблазном Ибо они Притыкаются О нем Говоря Как может быть Богом тот Кто ел И пил С мытарями И с грешниками И распят С разбойниками А эллины И издеваются Над этим таинством Как над безумием Когда слышат Что только Одной верой А не умозаключениями К которым Они так привязаны Можно понять То что Бог был Распят И что Проповедь о кресте Не украшена Красноречием Вопросы Первая Коринфянам 1.24 Сергей Не распят Как пят Пусть будет Распят Первая Коринфянам 1.24 Для самих же Призванных Иудеев И эллинов Христа Божию силу И Божию премудрость Толкование Для неверных Иудеев Говорит Христос Служит Соблазну А для неверных Эллинов Кажется Безумием Потому что Те и другие Не находят В нем Знамений И мудрости Которых Ищут Призванным Иудеем И Эллином То есть Призванным От Бога Как достойным Христос Являет Себе И то И другое Чего Они ищут Зачем В самом деле Ты иудей Ищешь Знамений Вот Христос Божья Сила Которая Творит Знамения А ты Эллин Что говоришь Ты ищешь Мудрости Вот у тебя Христос Который Есть Премудрость Отца 1 Которая Коринфян 1 25 Потому что Немудрое Божие Премудрее Человеков И немощное Божие Сильнее Человеков Толкование Крест Называют Безумием Потому что Так о нем Думали Между тем Он Мудрее Человеков Ибо философы занимались пустыми и бесполезными предметами, а крест спас мир. Далее он кажется и немощным, как будто немощен распятый Христос, но на самом деле он сильнее человеков, не только потому, что более и более процветает, несмотря на усилия бесчисленного множества людей погасить это имя, но и потому, что этим, казалось бы, немощным орудием связан сильный дьявол. Можешь, впрочем, понимать это и так. Премудрое в Боге называется немудрым, то есть безумным, и все мощное немощным, подобно как и высочайший свет его, называется мраком и тьмой. Вопросы. Вопросы. Где высочайший свет его называется мраком и тьмой? Что имеется здесь ввиду? Наверное, когда коммунисты к власти приходили и говорили, что вот это вот попы мраком и тьмой, что... Писание есть, место писания написано, Бог пребывает во мгле. И свет во тьме светит, то есть это имеется ввиду, но здесь-то высочайший свет... Святой святых, там не было освящения. Святом святых не было освящения. Там был мрак стоял. Ну, Бог всегда ассоциируется со светом. Господь говорит, солнце, правды, я истинный свет, я истинный путь, истина. А здесь... В книге исход есть, прямо как мрак написан. Бог есть мрак. Нет, сейчас скажу. Ну, то есть нужно понимать так, что не Бог есть мрак, а для одних. Для неверующих он является мраком и немудрым, а для других, для избранных. То есть, называется мраком не то, что Бог мрак и тьма. Бог есть свет и истина. А то, что люди называют его неверующим. То есть, он солнце, но солнце, оно греет и всех. Но если ты сомкнул очи неверием своему, глухотою своей, то для тебя это и будет Бог мрак. То есть, ты оклеветал его. Брат, Игнать Иванович попросил открыть Исаев 8.20. Исайя 8.20. Обращайтесь к закону и откровению. Если они не говорят, как это слово, то нет в них света. То есть, где нет Бога, там нет света, там есть мрак и тьма непробудная. Если еретики, то есть, извращают слово откровение Божие и слово закона, то и там тьма. А то, что Бог есть тьма, ну, нигде этого в Писании нет. И то, что сейчас читали из бытия, там тоже для одних света, для других тьма. Все тайное делается явным от света. То есть, дела, ну, свет он обличает, то есть, выводит от света. Сережа, место Писания тебе говорит, Господь благоволит обитать во мгле. Во мгле, не во тьме никак, а во мгле. Место Писания. Но это не значит, что он мгла, он обитает, он мглу рассеивает светом. А зачем ты этот вопрос вообще поднимаешь? Его кто поднял, кроме тебя-то, непонятно ничего. Те место Писания говорят, ты начинаешь свое крутить. Кто тебе сказал, что Бог мгла? Ты зачем это придумал-то сам себе? Сам себе наворочил, теперь на нас все это сваливаешь. Так ты отвечай нормально-то, на вопрос-то. Я тебя спрашиваю... Я тебе место Писания просто отвечаю, я вообще не комментирую. Открывай его, смотри, там, что там, умудряйся. Я спрашиваю не для того, чтобы умудряться, а спрашиваю для того, чтобы кто-то меня умудрил. Одно место Писания сказал, я говорю, почему Бог хоть тьма называют? А вот так Писание говорит, что Бог есть тьма, Он во мгле пребывает. Ну, как я должен понимать? С дуба, что ли, рухнуло? Я тебе не говорил, что Бог есть тьма. Совсем, что ли, уже взорвался? Ты не хами мне, а нормально отвечай, и все. Первое Коринфянам 1, 26. Посмотрите, братья, кто вы призванные. Немного из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Толкование. Рассмотрите, говорит, и исследуйте призванных к вере, и вы найдете, что немного из вас мудрых по плоти. То есть, на простой взгляд, приспособительно к настоящей жизни. Не сказал «нет ни одного мудрого», но «немного», потому что были верующие и из мудрых, например, Ариапагит, Проконсул и другие, которых имена теперь неизвестны. Уверовали также некоторые из сильных и знатных. Посему обо всех сказал «немного». Итак, усмотри силу проповеди, как людей необразованных научила она столь мудрым догматам, и как внешняя мудрость оказалась бесполезной. Комментарий Игнатия Тихоновича Лапкина. Пастырь, внимай глазами и ушами, осязательно оцени силу, какая заключена в Слове Божьем, в Святой Библии. Усмотри силу проповеди. В проповеди необходимо затрагивать и современные события, увязывая их с Библией. Никакие душесчипательные истории, рассказы не дадут того результата, который приносит проповедь о Христе. Усмотри силу проповеди. Вопросы. Ну, то есть, да, смысл такой, что когда человек необразованный, малограмотный, его называют темным. А вот эти вот философы, которые сами считали себя мудрыми, светлыми, образованными, оказались на поверку-то самыми темными, потому что они проповедовали не как это слово. И они, людей светлых, призванных, считали безумными. То есть, для них, для вот этих людей, слово Божие являлось тьмой, то есть, ослепляло их. Первое, Коринфянам 1, 27. Но Бог избрал немудрая мира, чтобы посрамить мудрых, и немощная мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное. Толкование. В самом деле, для эллинов величайший стыд видеть, что площадной ремесленник превосходит их любомудрием, и слабый, и презираемый унижает сильных и богатых. Вопросы. Да, вот это тут место сейчас считаю, что, и вспоминаю Игнатья Тихонича, простой печник самообразованием занялся, и вот этих мудрецов церковных, ну, прям, когда отвечает по Слову Божию, то есть, видно, что их вот это вот словоблудие, ну, просто посрамляется Словом Божиим. Первое Коринфянам 1, 28. «И незнатная мира, и уничиженная, и ничего незначащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее». Толкование. Называет не значащими тех, которых почитали за ничто, а значащими тех, которые казались чем-то. Итак, чтобы этих показать людьми суетными и бесполезными, Бог избрал тех, которых почитали за ничто. «Когда же слышишь избрал, то не думая, будто он непременно хотел презираемых избрать, а знаменитых отвергнуть. Нет, но поскольку знаменитые надмевались своей мудростью, и потому не принимали проповеди, то Бог нашел способнейшими к принятию тех, которые ничем не гордились». Еще один комментарий Игнатия Лапкина на слова Феофилакта «Не принимали проповеди». «Приучив людей к внешней набожности, к соблюдению внешних ритуалов, соблюдению праздников, снабдив целым набором благочестивых святынь, священники совершенно не приучили своих прихожан к Слову Божию, к проповеди Евангелия и даже к тому, чтобы их прихожане ни от кого не принимали проповеди». «Устами своими чтут меня сердце же далеко отстоит от меня, то есть внешне все красиво, все прекрасно, а внутрь загляни Господь говорит, гробы окрашены сверху, он материалом обтянутый, красивый, а внутрь гроба-то кости смердящие. Также эти мудрецы, они внешне казались сами себе казались такими мудрыми, что-то знающими, а Бога-то не знали, а простые рыбари такие проповеди говорили, от которых мудрецы же те же и каялись. Первое Коринфянам 1.29 «Для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». Толкование. «Для того, говорит, Бог поступил так, чтобы низложить гордость и хвастовство тех, которые помышляли о мирском, и убедить их, чтобы они все полученные от Него Ему приписывали и не тщеславились пред Ним. Как же вы, Коринфяне, гордитесь этим? Заметь, между прочим, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость». Еще один комментарий Игнатия Латкина. «Какие страшные, огненные слова произнес блаженный Феофилакт, и мы их применяем к этому изданию его труда в отношении тех, кто не хочет слушать ни слова Божия, ни толкования святых отцов, цитата, мы небезрассудно сказали, что отверженные не удостоены проповеди за свою гордость». «Вопросы?» «Пожалуйста, Игнатий Игнатий Я прямо в храме задавал вопрос, почему написано, что Иисус пришел к своим? И второй вопрос, почему свои его не приняли? Вот как раз по теме сейчас пожалуйста, пусть поразмышляют. Кто хочет ответить, разрешаем? «Разрешаю». «В контексте сказанном, да, с тем, что прочитали, да?» «Да, вот как раз к этому относится. Пришел к своим, значит, доказать, как узнать, что свои? И свои не приняли. Почему же они его не приняли, когда столетия ждали, ежегодно исправляли Пасху, обещанный мессия? У них вся надежда была, не все или время восстанавливать царство Израиля. Они плененные, колония. Теперь свобода пришла, а мы-то думали, то есть они думали, они правильное освобождение, но почему же его не приняли-то? Кажется, вопрос-то простой. Да, простой, но я не буду пока отвечать, даю возможность мудрецам высказаться. В одном из стихов говорилось, что из зависти. В одном стихов говорилось, Рахиль говорит, что из зависти его не приняли, да? Распяли из зависти, там перепела даже это понимал, вот, а то, что не приняли Слово Божие из-за чего? Тоже из-за того, что завидовали, тоже так считаешь. Ну, вот, завид, вертик. И не верили, не поверили, что он сын Божий. Ты кто такое говорили? Еще, как сказали, ты сын, князь, кого там за сатану еще принят его. богу. вопрос-то не за кого приняли Христа, а почему пришел к своим и свои не приняли? Причина какая? Что им помешало принять его? Ведь они же ждали, они до сих пор ждут мессию. какая причина у иудеев была? Слушай, вопрос внимательно. Почему не приняли? Потому что завидовали у тебя второй, потому что они его сатаной называли. Но это уже другой ответ, не на этот вопрос. они считали его обманщиком, раз не верили ему, если сатаной сатана противник, то есть их понимание о мессии не сходилось с тем пониманием, которое Бог ожидал от этих своих. Апостолы же приняли его, простые остальные иудеи не приняли, что им помешало? В контексте о чем мы сейчас читали впереди? Иудеи и эллины требовали чудес одни, знамений, одни искали мудрости. Ну давайте поактивнее, не стесняйтесь. потому что ожидали величественного и мудрого, а тут явился простой рыбак. И вот он доверие не внушал. А почему не внушал? А почему ожидали такого вот? Потому что они привыкли к этому. Чтобы только там князья да господа были мудрыми. Ну привыкли то они же были в рабстве вспоминая тогда у египтян и хотели особо мнения. Гордость у них была такая, что они ждали такого царя, который их сделает пастелином мира. А был а господь пришел с другим. Именно гордость им не дала принять. Плотское было понимание царства царя. Да, как оно еще это как духовное царство. Как еще эта гордость называется? Гордость житейская наверное, да, если можно так выразиться. Плотская то есть хотели быть властителями мира. Да, Игнатих Время идет. Я просто подскажу маленько, не посчитайте, что тут великое, но в этом глубинный смысл. Раньше фотографий не было, паспортов не было, а было описание как выглядит человек. Вот считаем, когда мы про Дмитрия, как обнаружили, это у Пушкина описывает, там, лжи Дмитрий. Вот такой-то, такой-то, одно ухо у него разрезано, а сзади он если шапку снимет, то у него видно, там шея порезана была. И они все это смотрели, по признакам они узнавали. Так вот, учителя, они учили день и ночь, как будет выглядеть, который Мессия придет. И они его представляли таким, им, что ни одного качества в нем этого не было. Они говорили, а как же, как же говорят священники, что прежде или не надлежит прийти. То есть, они ссылались на то, как их учили. Почему православные не знают путь спасения? А потому, что их так научили. Поэтому они мертвые кости берут, обмывают, на кладбище живут, считают житие святых. Они под землю зарывались, на столпы залазили, дурили, как охлобыстин Иван. Федора этого конюхова поставили по морю плавать. Зачем вам быть священником? Даже насмешка одна. То есть, истинный образ священника не знают. И поэтому лесу о них всех рукополагают. Вот тогда была та же самая история. Я это задавал студентам, семинаристам. Они не могут вам показали, назвали путь спасения ложный. И вы так учите людей. И поэтому личной встречи со Христом нету. Поэтому люди в отношении случайно от церкви. Стихтанцы знают, это лично мой спаситель. Лично. Златоуст говорит, усваивай себе. Он умер за весь мир, а ты скажи, умер за меня. Это Златоуст баптист самый настоящий. И вот они его показали не таким. А в Писании разве было что-то о нем сказано? Взял немощи наши, нет в нем вида невеличия, все это было предсказано. Притом этих пророчеств насчитывает не сотню, а около трехсот. Мелкие такие пророчества были. Они ничего этого не видели, не знали. Они все держали с того учения, какое им преподавали в храмах, как сегодня. сегодня явися Христос, вот Осипов говорит, и притом правильно в этом моменте, в данном говорит, что если суть жителей прийти Айтихристу, то его первые примут православные. Только он дальше не говорит, что ты их так научил. Надо канонизировать, надо царя батюшку, вот придет царь, он будет такой, Украина, Белоруссия объединятся, все будут страшиться, и это не кто-то, святогорец там показывает, Истамбул вернут, но сами греки воевать не будут, а русские будут там воевать, голову складут, и подарят этот подарок грекам, и они живут этим полторы тысячи лет. Год какого царя ждут, а он такой явится, Антихрист, Машиах. В этом очень много, мы должны абсолютно точно показать о том, что такое православие. никогда не боятся сказать. Я знаю близко Адвентистов седьмого дня прекрасные люди, как они ревностно закон соблюдают, вы православных не найдете. Ну, допустим, в армию взяли, в воскресный день выводят на работу, чтобы не пошел, это просто чудо какое-то, а он и идет, батюшка рассказывает, в Москве было, Адвентист седьмого дня, его главный, так это, его сажают на пять дней или на шесть, а выпускают пять, если в субботу его на работу, он говорит, вы мне в субботу-то оставьте, я остальное буду, в воскресенье две смены дам, нормально, ты сейчас сказал, главное, что он работает, нет, его сломить надо, а сломить не могут, и он всю службу на голову в пахте просидел, а дальше еще его держать уже нельзя, домой пошел, он ничего не нарушал, и вот здесь они показали таким его, каким Христос не был, ни одно качество не сошлось, вот как, и вот почему свои, ну свои тут понятно, вот выходят тут говорят, как иудеи сейчас мессианские готовят, он выходит и говорит, вот я перед вами еврей, у меня какое-то преимущество перед вами есть или нет, но сидят-то русские и люди взалито, молчат, люди думают, как так, евреи, да, есть, говорит, Павел говорит, во всем преимущество, а наипаще в том, что верено Слово Божие, вы любите Библию, любите, кто ее сохранил, он дальше не говорит, что о них сказано было ваш отец дьявол, а вот скрывает это, да, но это не те люди, они, они, Павел сказал, было бы правильно, надо не правотеварящее искать, а сгладить их, сгладить одним из, вот тут правильно сказали, где нет света, там есть тьма, а Бог обитает во мраке, ни при чем здесь, хотя ссылаются на это, во святая святых, и он, Бог, ощутимый, как бы тьму, которую можно осязать, тьму осязать можно было, и поэтому огненный столб стоял, и в то же время, во мрак, и во мрак он вошел, а во мраке Господь во мраке, он не мрак действительно, никто и не говорил это, и вот надо понимать, как это могло быть так, ночью, столб, а днем мрак, и они не могли перешагнуть, вот фильм показывает, как молнии бьют, перед теми, когда фараон шел, а молнии прям градом в землю, кони пятятся, и прочее, мы должны понять, Иисус это Агнес, безгласный, веденный на заклание, они ждали, что он на белом коне веет, а он на осле, а осел это мирное животное, вот как. А что они, тогда Исаи 53-го, раз не читали? Читали же. Как они говорят сегодня, не будем об этом говорить, но главное, они не приняли его не тогда, когда распяли, то 53-я глава-то еще и не говорила об этом, они не приняли его сразу, когда он вышел, сразу. Он говорит, время благоприятное. Они поняли так, что он будет выполнять прихоть, и он обличил их при возношении, вот как искупление, там Захария 1, аж мы избранный народ. Он говорит, избранный, но грешим мы или нет? Избранный-то избранный. И вот здесь, когда Господь говорил, лето благоприятное, встречает 3-я глава Луки, как они все, и они подтвердили, и благодать сошла, подтвердили, а он говорит, были прокажены много, да, много, ну а почему исцелился только не Еман, сириянин, в Сирии? Почему не исцелился кто-нибудь в Израиле-то? А почему? А дальше вдову советскую нашел, через всю страну прошел, Илья, почему ни в одной вдовы не остановился у еврейки, а жил-то у иностранки, Псения своя, она переводится иностранка, и вот тут они, говорят, сразу его схватили, Христа, и решили свернуть с горы, на которой город установлен. Вот как. Он показывал, что они не знают Писания, и в сравнении с изысками, в сравнении с сектантами, мы выглядим плачевно, они любят Библию. Вот у нас тут к адвентистам 7-го дня ходили, у нас тут Львов Николаевна, там она у них была и крещение, наверное, принимала. И вот он, который у них руководитель и говорит. И так, Даниила, пятая глава, и бабки сидят только шшшшш, страницы шелестят, все, с Библией. У нас ни одной нету, нас сравнивают ни с чем. И они сами смотрят, он толкует как хочет, но он сотрается одно место на другим перекрыть. Он неправильно толкует, но он толкует, И это не просто Это им дается И вот бабки там ходят Нарфитнес Сейчас пишут, 83 года замуж ее Сосватал, ему 85 лет Вышла замуж Вот в Америке они самые долгожители Они все время спортом занимаются Соблюдают чисто-нечистая Пища и прочее А Иисус такой будет или нет? А он нарушает А они не поняли это Он не чтит закон Они не понимали, что уговорили Он глава закона, он Он создатель субботы Не от Бога, субботу нарушает И вот мы должны показать Какой должен быть православный Строго соблюдать каноны церковные И поэтому называть себя церковным Пастырем по-настоящему-то Он не имеет права Тот, кто топшет законы эти Каноны Так, отошел 1 Коринфянам 1.30 1 Коринфянам 1.30 От него и вы во Христе Иисусе Который сделался для нас Премудростью от Бога Праведностью и освящением И искуплением Толкование Слово от него, разумея О привидении, не в бытие вообще Но в лучшее бытие Смысл слов такой Вы сделали с чадами Бога И от него, сделавшись Его сынами во Христе То есть через Христа Словами же Незнатное Избрал Показывает Что они благороднее всех Потому что имеют Отцом своим Бога Он сделал нас Мудрыми и праведными И святыми И свободными Ибо это значив Искупление То есть освобождение От плена Значит Тут Пчетка Далее Как избравший Неблагородных Он сделал Их благородными Потому что Усыновил Их Богу Так и Необразованный Сделал Мудрыми Сам Сделавшись Для нас Премудростью Для чего же Он не сказал Умудрил нас Но Сделался Для нас Премудростью Для того Чтобы выразить Изобилие Дара Он Как бы так Сказал Предам Он Как бы так Сказал Предал Нам Самого Себя Употребив Высокие Выражения О сыне Прибавляет От Бога Чтобы ты Не почел Его Сына Нерожденным Но Обратился К причине Его К отцу И заметь Порядок Во первых Он сделал Их Мудрыми Освободив От заблуждения И научив Бога Познанию Потом Праведными Даровав Им Отпущение Грехов Затем Осветил Духом Святым И Таким Образом Даровал Нам Совершенную Свободу И Искупление От всех Зол Так что Мы Принадлежим Только Ему Одному И Находимся В Его Власти Вопросы Здесь Как раз О трех Благодатях Говорится Призывающие Обращающие Освещающие То есть Он этих Своих Учеников Призвал То есть Который Сделался Для нас Премудростью От Бога Праведностью И освящением И искуплением Осветил То есть Они Покаялись Видимо От света Этого И обратились К свету То есть Вот это Благодать Обращающиеся Наоборот Немножко Призвал Обратил А потом Осветил Ну Словие Осветил Есть два Значения То есть Осветил Не в том Что Благодать Освещающая Которая Последняя А в том Что Осветил То есть Показал Тьму Греховную То есть Человек Пока не увидит Что он Во грехах Во тьме Находится Он И к свету Не пойдет А это Как раз Благодать Обращающая В этом Смысле А вот То что Касается Последней Благодати Освещающей В чем Она Выражается Можешь Рассказать Это Таинство Да Имеется Ввиду Это Дух Святой Да Нисходит Тогда Уже После Дня Пятидесятницы Человек Становится Членом Церкви И уже Спасается Благодаря Водительства Духом Святым То есть Освещается Да Получается Первые Два Первые Два Вот эти Две Две Благодати Они Сила Божия Действует Для того Чтобы человек Покаял Обратился Покаялся А третье Чтобы он Стал Самим Богом Членом Тела Христова Без Тайны Это Невозможно Просто И поэтому Сектанты И есть Сектанты Что они Не приняли Самое Главное Они Не приняли Тайну Ну как бы Для нас Теперь Самое Главное Чтобы Они Кто-то Обратился Уже А то Тайну То Приняли А они Обратились Поэтому Господь Идите Идите Научите Все Народы Крестя Их Во имя Отца Сына И Святаго Духа А в чем Эта Тайна Заключается Которую Мы Православные Приняли А сектанты Не приняли В чем Принципиальное Отличие Какую Вот эту Освещающую Благодать Они Не приняли Они Не приняли Священство Они Священство От Бога Не приняли От апостолов Рукоположение Вот это Они Не осознали Важность Всего Этого Господь Передает Все Людям Но Оставляет За собой Право Избирать Тех Кто Будет Пастырями Вот так Ну и написано И церковь Одних Избрал Одних Избрал Учителя Этими Пророками Ну и Апостолами Потом Отцами И так далее Там дальше Учителями То есть это Как раз Говорится Об этой Иерархии И дальше Где двое Литвое Собраны Во имя Мое Собраны Кем собраны Духом Святым Собраны А это Без Рукоположения Особого Человека Невозможно То есть Без таинства Вот этого Ну и Апостол Павел Говорит Об Тимофее И К Титу обращается Как раз Об этом Таинстве Он говорит А они Это не принимают Не принимают Не смотрят На это И все Им кажется Да просто Там Ручками Поводил И все И у них Это Сплошь и рядом Они там Руки возлагают И друг на друга И группами А ничего Нету Потому что Они не приняли Приемства От апостолов От самого Христа И следовательно Все грехи Остаются на них Так как у них Нету Таинства Крещения Потому что Нет священства Следовательно Искупление Они не приняли Они в него Уверовали А не получили Все грехи На них Они только Захотели Спастись У них есть Горячее желание А истинного Спасительного Пути Нету Понятно То есть Не верят Что Дух Святой Через возложение Рук То есть Господь Избрал Учеников Те избрали 70 апостолов И вот Эта преемственность Они в это не верят Они еще называют А мы от Павла Павла же Никто не избирал На него Сам Господь То есть Это и есть гордость Что нас Господь Сам лично Избрал Никакие люди Нам не указ А Господь Как раз Человека Поставил И в таинстве У православных И исповеди То есть Священник Должен быть Свидетелем То есть Ты можешь Перед Богом Покаяться Дома Перед иконой Поплакал Ты Да Это легко И просто Осознание Своих грехов А вот При свидетеле При Человеке На таинстве Чего у них нет Это гораздо сложнее И Господь так сделал Чтобы Стыдом Попалять Грехи Я сегодня Златоуста На эту тему Как раз слушал То есть Стыдно Тебе стыдно Перед иконой Это одно А когда Перед Человеком Вот это Таинство Исповеди У них Этого нет К сожалению И Господь Именно Так Сделал Премудро Еще О суде Говорится Бога не боятся И людей Не стыдятся Вот Бывает Что Человек Бога боится А людей Не стыдится Ну вот И вот У них И нет Вот этого И они Сами себя Обокрали И потом Ну и Гордость Видимо Тоже у них Такая А зачем Нам кто-то Посредник Кто вы Такие Посредники Мы Сами С усами Вот Ну вот Брат Можно Допутить Да Да Это вот Когда мы Протестантам Доказываем Что надо Именно Рукоположенность Священства И оно Должно Быть Непрерывное Есть В Ветском Завете Было Тоже У них Запись Родословной То есть Если кто-то Не был там Записан Тех И исключали Если не было Подтверждение Что он Священник Это у Ездры Вторая глава 62 стих Об этом Говорится Первая Ездры Вторая глава 62 стих И Не имя Там Тоже Говорится Скрага Не нашли Первая Ездры Вот она Здесь После Паралипоминона 262 Да Вторая глава 62 Руси Они Искали Свои записи Родословные И не нашлось Ее А потому Исключены Из Священства Все У нас Точно Так же Это подается То есть Записывается Кто кем Рукоположен Дом Вот это Есть у нас Доказательство То есть С первых веков Но они Почему Игнатия Игнатия Так же Книжники Книжники И фарисеи Так же Христа Говорили Какой властью Ты это делаешь Кто тебе дал Такую власть Сын Плотников Пришел Тут Нас Учить Смысл Такой Это Из Гордости И У Сектантов Это То же Самое И Книжников И У Россиев То есть Гордость Высокоумие Еще Это Не Хотят Учиться А Учить Хотят Вот А у Нас Не Так Нужно Обучая Других Я Учусь Сам Как Ты Уча Другого Не Учишься Сам Он Сразу Когда Делаем Кому Нибудь Замечание И Сразу К Себе А Ты Из Своего Глаза Вынул Бревно И Все Уже Сам То И Начинается Работа Самоукорения И Вместо Самого Схваления Идешь На Исповедь Каешься Плачешь И Справляешься Первая Коринфянам 1.31 Чтобы Было Как Написано Хвалящийся Хвались Господа Иеремия 9.24 Но Хвалящийся Хвались Тем Что Разумеет И Знает Меня Что Я Господь Творящий Милость Суд И Правду На Земле Ибо Только Это Благоугодно Мне Говорит Господь Все Это Говорит Сделано Для Того Чтобы Никто Не Почитал Себя Чем Нибудь И Не Хвалился Ни Самим Собой Ни Другим Кем Но Только Богом Который Даровал Нам Столь Великие Благо Как Ж Вы Гордитесь И Сами Собой И Учителями Людьми То есть Вспоминайте А с чего Мы Начинали Прошлое Занятие Я Павлов Я Аполосов Я Кифин То есть Они Гордились Людьми А не Богом И Апостол Павел Говорит Да Разве Павел За вас Распялся То есть Богу Не угодно Чтобы Мы Гордились Либо Сами Собой И Учителями Тоже Вот А Сектанты Тоже Нас Упрекают Что Вот Чего Учителя У вас Чего Нам Этого Златоуста Кто Он Такой А Сами Учат Сплошь И Рядом То есть Это Гордость Наших Учителей Отвергают Златоуста Но В последнее Время Часто Встречают Что Они Приводят Все Таки Видимо Дух Святой Касается Дух Дышит Где Хочет Что Ну Как Можно Златоуста Эту Премудрость Отвергать По Гордости Только Примечание Первое В другом Списке Находится Такое Предисловие К Настоящему Посланию Каринф Есть Город Греции Сделавшийся Тогда Богатством Мудростью И Многими Другими Преимуществами Славившийся Так Простите Да Каринф Есть Город Греции Славившийся Тогда Богатством Мудростью И многими Другими Преимуществами В нем Много Пострадал Павел Здесь Явился Павел Христос И сказал Не бойся Но Говори Потому что У меня Много Людей В этом Городе Деяние 18 9 10 Дьявол Видя Что Столь Великий И Многолюдный Город Принял Истину Разделил Жители Его Между Ними Одни Самовольно Сделались Учителями Народа Который Приставал То К одним Как Мудрым И Могущим Научить Чему-то Большему Нежели Павел То К другим Как Богатым И Могущим Оказать Большую Помощь Или Большую Помощь И Таким Образом Соперничая Между Собой В Славолюбии Они Вот Эти Вот Самозванцы Заправляли Церковью Подчеркнуто Вот Выделено И Жирным Подчеркнуто Что В принципе У нас Сегодня Происходит Пираты Захватили Корабль Вот Вот Первое Зло Сели На Моисея Вам Седали Вспоминайте Это место Писания Не Господь И Подавая Сами Самозванцы Что Сектанты Что Церковники То есть Хоть Они Но Церковники Они У них Приемство Есть Рукоположенное То есть Ну Как Жи Как Живот Вы руки В алтаре Поднимаете Как Живот Дух Святой Не Подскажет Что Вы Зло Творите Учите Народ Не Туда Ведете Понятно Вот Этого Другое Некто Живший Со Своей Мачехой Не Только Не Был Укоряем Другими Но Еще Управлял Народом И Надмевался Внешнюю Мудростью Кроме Того Иные Ссорясь Между Собой Об Имуществе Судились У Судей Не Принадлежащих Церкви Далее Иные Ели В церквах Отдельно Друг от друга И не уделяли Нуждающимся Иные Превозносясь Дарованиями Соперничали Между собой Относительно Учения О воскресении Колебались Многие Отращивали Волосы И ходили Как Цинические Философы Притом Коринфини Прислали Павлу Через Стефана Фортуната И Ахаика Послание В котором Писали О браке И детстве А о прочем Умалчивали В это время И пишет Павел Не о том Только О чем Ему писали Но и о том О чем Не писали Ему Тщательно Разузнав Обо всем Поскольку Что важнее Всего В церкви Были Разделения А это Происходило От Высокоумия То Он Прежде всего Старается Истребить Высокоумие Зараженные Высокоумием Думали Что они Учат Чему-то Высшему Поэтому Павел И начинает Так Вот И вот Во второй Главе Мы сейчас Будем Учить И вот Сейчас Читаешь Первый Апостольская Церковь Которая Игнать Тихонич Призывает Всех Давайте Обратимся Как было В первой Апостольской Церкви А как Было Сейчас Считаем Что Тоже Все У них Вот Это Вот Но Это Не значит Что Нам Теперь Не Нужно Обращаться То Мы То Знаем Что У них Было И Что Они Делали С этим То Что Не Нужно С этим Мириться Нужно Исправлять Грехи А не Так Глаза Закрыли И Чаще Исповедуйтесь Чаще Прочищайтесь Экономия Не Было У них Никаких Никаких Экономий Вот Этого О Каком Мы Говорили Которые С Мачехой Придали Сатане Во Измождение Плоти Что Нормально Что Никакой Экономии Не Говорилось Вопросы По Прочитанному Самое Главное Не Говорится Здесь Еще Для Нас Сегодняшних У Них Была Община А у Нас Просто Нет Общин Настоящих Общин Нет Кроме Как Старобрядцев Если Взять Там Действительно Люди Приходят На Одно Месте Священник Знакомый Епископ Давно Люди Друг Друга Знают Помогают И так Далее Такого То Нет А Здесь Именно Община И Апостол Павел И Пишет К Церкви Как К Общине Он Пишет Ну Может Там Несколько Было Общин Но Люди Знали Друг Друг Друга Вот Чем Дело А У Некому Обратиться Нет Общины Да Простите ИНАФА Пришла С Учебы Так Тут С С Ума С С С У Нас Занят Занят Сейчас Занятия Занят И так далее Начинают Обсуждение Вот это Послание Письма Никто Никуда Не бежит Все Раздеты Сидят По местам Ну не по своим Короче говоря Обсуждают Это Они так Что в церкви Стоят Только что Помолились В том месте Где Святой Храм А теперь Начинается Там базар Вокзал Это уже Нельзя было Такого Устраивать А у нас И мест Нету Где можно Провести Такие Собрания В церквях Они вообще Не предусмотрены Зашел Помолился Иди Теперь Отсюда Все Как важно И быть Именно Семьей Которая Объединена Вокруг Христа Таинствами И словом Его Святым Спасительным Да Какие мы В этом плане Счастливы И как Нужно Это Ценить Вот Но Господь Даже Сделал Так Что Вот Гости Которые Сегодня С нами Присутствуют Может быть У них И нету Общины На Местах Но С помощью Интернета У них Вот Сейчас Создаются Даже Интернет Общины То есть Дух Святой Объединяет Не место Красит Человека А человек Место И мы Имеем Уникальную Возможность Общаться Общаться Какие-то Молитвенные Просьбы И Мы Живем Друг Другом В этом И проявляется Любовь Тут же Там Какая-то Беда У сестры Случилась Тут же Сообщила Помолились Все Господь Действует Благодатью Своей Вот Она Проявление Любви Как раз Через Общение И Всякий Раз Игнаин Тихонич Приводит Это Первое Иоанна Условия При котором Нас Кровь Иисуса Христа Очищает Ходим Во свете Подобно Как Он Во свете То есть У нас И сайт Называется Во свете Библии Мы с него Питаемся Через Слово Божие Когда Смотришь На свою Жизнь Тогда Кровь Иисуса Христа Очищает Нас От Всякого Греха Имеем Общение Друг С другом То есть Общение Это Жертва Благоугодная Богу То есть Через Общение Они И грехи Выявляются То есть Не общался Б апостол Павел С этими Схлоинами Не Сказал Бо ему Никто Ничего Об этом Безобразии Об этом Разделении Ничего Бо И не Было Также Про Этого Блудника Который С мачехой Жил Было Общение И К этому И нужно Стремиться Создавать Эти Общины Да Итак Час У нас Прошел Давайте Задавайте Игнатия Тихоновича Вопросы Кого есть Конечно Так Володя Вместо него Сегодня Да Замечательно Да нет Ты же До конца Прочитал Это все Да Я немножко Затвлекся До второй Главы Я дочитал Да Просто Здесь Именно Внимание Обратили Что Многие Отращивали Волосы И ходили Как Циничные Философы Цинические То есть Опять же Тут Толковать И говорит О том Что Мужчина Должен быть Короткие Волосы То есть Недлинные Но тут Волосы Признак Цинизма А не Мужественности А почему Сегодня Священники Отращивают Можно Хотят Мудрецами Казаться Казаться Нужно Не казаться А быть Поэтому И когда Ты пасту Ведешь В своем Свете Библии То тебе Длинные Волосы Не нужны Длинные Волосы Это Почему Он и мужчине Сказал Женщина Волосы Имеет место Покрывало Что это Знак Власти Над ней Ты еще Сверху Женщина Покрывает Его Платком Что ты Принимаешь Эту власть Не только На словах Но и На деле И должна Женщина Жена Мужу Покоряться Как Церковь Христу Ради Христа Должна Покориться А мужчина Должен Ради Христа Не быть Подкаблучником А должен Управлять Своей Семьей Домашними Своими Печься О них Внешне Это выражалось Волосах Это разделение Иерархия Должна быть В семье И в церкви А они Вот эти Мудрецы Отрастили Волосы Внешней Мудростью Надмивались Ну а любви Не было Где надмение Конечно Они Господь Их Посравляют Потом Сережа Я думаю Тут немножко Не в красоте Дело-то Что они Волосы Растили Они пытались Этим Показать Что философия Для них Важнее Чем Внешнее Украшения Вот и Все Не заботились О себе Может Пренебрегали Этим Может И так Может И так Отец Яким Тоже Пренебрегает Получается Цинический Философ Я За батюшка Это не замечал Чтобы он Философией Вовлекался Просто Как-то Что-то Вот Не знаю Среди священников Многие косички Отращивают Для чего Это Непонятно У нас Хочу Батюшке Сказать Что он Носит По плечи Он Ниже Не допускает Тебе А если хотите Таких Настоящих Посмотреть Там Косовертов У них Там До пояса Есть Косы Ну Вот Наш Батюшка Так У него До пояса До пояса Коса У батюшки У вашего Ужас Да Да Вот Где Мужественность У Самсона Мудрость И сила Была В волосах Может Они Самсону Хотят Подражать Попростим За Этого Хотят Как Лучше Думают Что Мудрость В волосах Они В слове Божьем Перегиб Такое Надо Указать Им Они Боятся Что Если Косово Отрежут То И Мудрость Их Не Пропадет Ну Это Внешнее Язычество Получается Мудрость Слове Божьем Не Вкосение Волоса Хотя В то Время Самсона Вот Так Верело Пожалуйста Вопросы У Самсона Обед Назарейства Был Или Как Да Назарей У них Там Это Прилично Считалось Волосы Вот Эти Но И У Философов Тоже Волосы Поэтому Назарей С философом Путали Может быть Люди Тот С волосами Этот С волосами Кого Слушать Ну Апостола Павла Смотри На Иконе Он Вот Как Игнать Тихонович Такая Прическа Написано Конкретно 11 глав 1 Користова Будем Читать Честь Для Мужчины Стричь Волосы Свои И Все О чем Разговор Разговор Не Ну А почему Тогда В то Время Ну Или В то Время Там Женщины Чего Не Покрывались Да Покрывались Мы Смотрим Но Почему Назаре Это Именно Растили Волосы Не Совсем Понятно Это Тоже Закон Божий Назарейский Все То То Это Исключение Было И Все Аминь Бог Постановил Там Что Обеты Они Дают Такие Это Только На Определенный Срок Вот Насколько Он Даст Обет Он Не Дотрагивается До Трупов Нельзя Пить Вино И Трогать Волосы И Там Еще Нес Так Ну что Нету Вопросов Игнать Тихонич Какие-то Объявления Может быть Новости Из интернета Давайте Делитесь Ну вот Вы Знаете Все Наверное Что В Отставку Полный Совет Министров Всех Министров Ну не считая Там Военного Оставил Путин Принял Решение Чтобы Конституцию Никакие Государства Не могли Нарушать А сейчас Любое Общество Говорит Ни во что Не признают Вот У него Сейчас там Набирается Команда Чтобы Молития Помнили Чтобы Господь Их Умудрил Потому что Это будет Прямо Касаться Нас Весь Медед Умошел Полностью Другого Там Избирали Мишустина Его Уже Там ЛДПР Ушли Или Отправили Отправил Ну Перед ними Медведев Выступил И Сказал Что Так Это Надо Ну Ему Место Там Дали Заместителем Какого Министерства Или Где-то Фракции Какой Ну Главное Что Конституцию Меняют Не Очень Сильно Надо Молиться Мы Сами Там Не Можем Быть Предложение Это Сделали Уже Чтобы Богатым Не Как У Нас Там 13 Процентов Налог Везде 13 Процентов А Возьми Вот Допустим Норвегия Где Там Кажется 80 Процентов С Богатых А У Бедного Ничего Нет Так Ему И Поднять Можно А Его Сказали Он Говорит Нет Уже Я Уже Просчитал Богатых Трогать Не Будут Этот Мишустин Новый Новый Премьер Министр Камеру Поднимитесь Игнать Тихонеч Не Не Видно Так Ну А Мне Почему То Показалось Что Вот Это Для Чего Это Делается Сказано Что Москва Третья Рим И Должна Быть Империя А Империя Никому Не Подчиняется И Вот Он Прямо И Заявляет Что На Территорию России Нам Никакие Вот Эти Всемирные Законы Которые Противоречат Российской Конституции Мы Принимать Не Будем То Есть Он Как Бы Против Мирового Владычества А На Самом Деле Это Он Видать Все Это Какое То Закулисное Вот Это Ну Молиться Конечно Будем Что Тут Да Правильно Он Делает От Что Отделяется Что Голубезна Не Пришла К Нам С Игнеем Можно Да С С Игнат Тихонович Это Романов Роликов А Вы Поняли Что Я Это Я За Чтобы Снимали Постоянно На Видео Все И На Аудио Я Не Понял Что Нужно Я За То Чтобы Снимали Просто Я Понял Что Вы Как Будто Поняли Что Я Против Будто Чтобы Зали Речь о молитве О молитве Вы Молитесь Открыто Вас Видят А надо Тайно Закрыться Христос Говорил И Поэтому Я Объясняю Что Открыто Молятся Во всех Религиях Иначе Стена Плаща Не Нужна И Молитвы Нет И На берегу Павел Преклонил Колено Его Видели Речь О том Что Они Ждали Похвалу А У нас Какая Похвала Кирпичом Тебе Заедут Нет Рома Ты Вне Подозрений Я Уже Написал Все Разобрались Не Переживай Я Против Нет Игнат Тихоновича Спрашивают Игнат Тихонович Понял Что Я Не Против Записи Я Наоборот За Запись Чтобы Все Было Гласно Чтобы Все Было Записываемо Вот Это Лев Толстой Так Понимал Что Общественное Моление Запрещено Христом Но Это Уже Нигде Нет Это Во всех Религиях Открыто Молится Потому Что Есть Молитвенные Дома Храмы Мечети Костел Игнат Тихонович Вы Поняли Мой Вопрос Я Понял Ну А Что Вы Не Отвечаете На А А Что Я Должен Отвечать Ну Вы Поняли Что Я За то Чтобы Было Все Записываем Я Должен Сейчас Сказать Роман Николаевич Проликов Не Против Он За то Чтобы Записывали Ты Хочешь Чтобы Мой Голос Прозвучал В твоей Защитой Я Каждого Спрашиваю Вы Не Против Один Клуб Да Я Не Хотел Сразу Нажимаю До Свидания Больше Я Его Не Принимаю Что Скрывать Когда Перед Богом Живем Не Не Надо Город На вершине Горы Не Может Скрыться И Свящу Ставить Не Под Кроватью А На Вершине Мне Нравится 2.18 Яков Покажи Веру Твою Без Дел Твоих Я Знаю Что Там Ничего Нет А Я Покажу И Дел Моих Значит Чтобы Люди Вели Ваши Добрые Дела И Прославляли Отца Небесного Ты Не Ожидай Награды Придумали Слово Проблема Проблема Я говорю И что это Означает Нерешенный Вопрос Уберите Это Слово И Вы Увидите Что Вы Голый Король Вот Деревня 31 Тысяча Деревеней И Счезли Ну А Что Сделаешь Мы Взяли Землю Строим Деревню Вот Дети Беспризорно 3 Миллиона А Что Сделал Ничего Решаем Вопрос Образуй Лагеря 48 лет Фактически Веду Беспомощи Государства Заключенных Много Заключенных Много Там Преступников Я иду Работаю В тюрьму 18 лет Бесплатно Все Меняется Народ Невеженствий Найду Преподаю 5 университетов 13 школ Все воинские Счастья Отделы Милиции И 3 радиопрограммы Еженедельное Телевидение И температура Пошла вниз По другому Значит Начальник Милиции Мне и то Говорит Моя милиция Стала себя тише вести Просто надо работать А у меня Ни таланта Никакого Такого нет И нет Образования Гуманитарного Духовного Я просто Живой Живой Сделаю то Что мне нравится И нравится То что Богу нравится И Другой Говорит Я бы Сделал не так Поприще Большое Возьми деревню Образуй Общину Мы долго Думали Что делать Отец Геннадий Фас был Батюшка Заходили в храм Торговля Туда и сюда Идут люди Что сделать Чтоб этого не было Ничего Нельзя сделать Они захватили власть Мы тогда Образуем Общину В это время В начале Открываться Прихода Русской Православной Зарубежной Церкви Нас Патриархата Сергей Иванников Любой вопрос Его надо Решать Никаких Слов Проблем Нет Нет Оно Ненужное Вот Начинает Знаете Проблема В стране Евреи Все захватили Евреи Ну я знаю Но еще дальше Ничего нет Вот у меня в доме Евреи делаются Православным Батюшкой И что Ну пусть через каждого Хотя бы Священника Через каждого Архиерея Один еврей Сделался Священником И уже Другая Температура А вот Мусульмане Захватили Все У нас приезжают Мусульмане Принимают Крещение И что Надо Работать Заверяя Богу А Бог Сделает Как ему Нужно Вот я Возьми Меня Вот я И дети Мои Создаю Общину Разговор Идет А община Ни одно Не создать Кто я знаю Тут особенно Трудятся Ну создайте Параллельно Ни в Барнауле Нигде Общину Не создать У меня Враги Как-то Собрались Меня там Промывают А один И говорит А как Община Тогда они Сразу Говорят Общину Нам никому Не создать Ну дескать Что Игнатий Делает Это такое Интернет Но и в интернете Что я делаю Это вам не сделать У меня Сейчас Уже 19 тысяч Восемьсот Роликов На все Темы И мне Бог дал 13 помощников Да каких Еще Почему А за Прошлые Годы А на вас Авторитет Работает Я говорю А я на Авторитет Больше Полвека Работал Почему Не Усчитывайте Вам Прислушиваются Да не Всегда Прислушиваются Но Иногда И послушают Я бы Сейчас Вызвали В Москву Ну Собирается Там Конституция И позвал бы Меня Президент Пошли бы Или нет Пошел бы Пошел Я бы Понимали Тешился Но Где надо Подсказал Каждый Который Начинает Обслужать Параграф Готовый Я бы Их не 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 Представлял А Подсказал Изъяны Какой Стороны Что И все Время Молился Б Как Гил Я собирался А вы Пиаритесь Ну Только Делов Он Не Понимает Они Мне не дали Вам Говорит Я Не Говорил Мы Должны Быть Кротки Смирены Придите Ко Мне Научитесь От Меня Иго Мое Благо Время Легко Я Кроток Смирен Сердцем Я Бо Только Молился Везде Только Молился Я Бо Собой Взял Только Вот Одно Оружие Своё Больше Ничего И что Повлиял На них Бог Знает Мне На сердце Положено Быть Там Тот Участок Который Бомбили Русские Патриоты Там В Сирии ИГИЛ Где Погибали Молодые Ребята Я Был Среди Них И Согласен Умереть Мне Пришла Благодарность От Министерства Иностранных Дел За Намерение Помочь Но Не Помогли Перейти Границу Вот Как Я Понимаю Я Не Сижу На Месте Я С детства Любил Птиц Орнитологией Занимался Я Не Знаю Кто Имел Бо Столько Знакомых Птиц Сколько И Где Гнезда Где Выводятся Я Все Знал Может быть И десятки А больше Все время Наблюдал И наблюдал Ружья У меня Полно Было Но Не Стрелял И вот Сейчас Допустим Если бы Коснулось Посмотрели Что я Днем Делаю Отдельный Стол На улице Стоит И В него Выдвижные Про Про Эти Птиц С Которые Вожу Отдыхаю Я На Луне Природы Это Тоже Опыт Еще Наверное Все Так Роман Ты не переживай Нет Еще Десять Минут Я Ничего Не Имею Но Сейчас За первенство Дает Большую Сумму 460 Тысяч По-моему Не Помню Если Вот этот Вопрос Посмотреть Во свете Библии Не Будет Ли Это Шагом Отступничества От Бога Никак Никак Это Твой Труд Женщина Рождая Как Мать Говорила Две Недели По Краю Могил Уходит Страна Исчезает 120 Миллионов Абортов За Перестройку А за Всю Мировую Войну Вторую Мировую Войну 55 Миллионов Во всем Мире Во всем Мире За Пять лет Войны Половину Не погибло Сколько погибло За перестройку В одной Стране Убитым Младенцем Вот и Весь Ответ Там Признак Сребролюбия Не будет Потому что Многие Решатся На Рождение Детей Рождать Детей Чтобы Получить Деньги А это День Два Может быть Ну Сейчас Легше Пошло Слава Христу Поняла Да Твои Деньги Законные Потратить На ребенка Сидеть Заниматься По ему Песни Богослужебная Ну что-то У вас Вроде бы Были люди Все ушли Можно Роман Роман Деньги Деньги Вот И что Людей Не Учит И Евангелие Не Учит Вот А Значит И он на меня Обиделся А я ему Буквально Вот Вчера Встретил Его Говорю Вот Если я вам Скажу Что вы Вот Вот такой Это грех Делаете Но я При этом Знаю Что он Этот грех Не делает Точно На 100% Я говорю Вы не обидитесь Потому что Вас совесть Не обличает А вот То что я вам Сказал Вы почему Обиделись Потому что Совесть Мучает вас Вот вы Обиделись Мне То есть я Правильно Сказал Ну еще И потом До этого Еще он Как бы За то что Я там При храме Снег чищу Они мне там Еду давали А тут Значит так как Я его обличил Он это Перестал Еду Сказал Ему еду Не давать Роман Значит Увиделся А я Говорил Значит тому Еще второму Которому Чистит Которому Давали еду И мне не дали А ему дали Второму И я второму Говорю О А меня больше Любят Потому что Написано Кого люблю Того наказывают Вот меня наказывают Мне Еду не дают Вот Я потом Священнику Рассказываю Про это Я говорю Тому второму Что я рассказал Что меня больше Любят здесь И он так Священник Зашел в храм И вынес Мне сам Лично Из рук своих Мне дал Банку С едой Горячей Вот так Вот Ну вот Ну такая Радость Я сразу Бога вас благодарил Что значит Еще не все Потеряно Священник Может еще Обратиться Вот Кристине Слава Господу Богу Нашему Вот так И многие Священников Покорились Верия Некоторые Священников Да Виноват Что вопросов если нет Давайте Помолимся Поблагодарим Бога Поистине Достойно Прославлять Тебя Богородица Всегда Блаженно И Непорочно И Матерь Бога Нашего Ты Достойна Большей Почести Чем Херувима И По славе Своей Несравненно Выше Серафимов Ты Без Нарушения Чистоты Родила Бога Слово И Как Истинно Богородицу Мы Тебя Величаем Виктор Николаевич Пусть Поборется У него микрофона нету Давайте другого Ну Анатолий Пусть Помолится Дефицит Молельщиков Екатерина Помолись Славлю Благодарю Господа Моего Иисуса Христа Слава Святой Троице За сегодняшний день За сегодняшнее Благодатное Занятие Которое Укрепляет Верия Наставляет Помогает Не только Изучать Писание Но и поступать По Писанию Жить по Писанию Слово Божию Углубляться Применять Его К себе Также Помогает Нам Получая Самим Писанием Помогать И нашим Близким И детей Воспитывает По Слову Божию Благодарю За сегодняшний день За братья И сестры Во Христе Иисусе Господе Нашим Чтобы нам Господь Откадал Благодать И веры Исполненные Были Пребывали Мы в Слове Твоем Познавали Истину И истина Это была Не только На словах Но и На деле Нашем Господи Дай нам Слышать Голос Духа Твоего Святаго И жить По Писанию Возродиться Умножить И раскрепить Наши таланты И быть не только На словах Но и на деле Не быть бесплодной Смоковницей И приобрести И добрых дел Слава Тебе Господи И благодарение За сегодняшний день За это занятие Слава Господу Иисусу Христу Аминь 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 Игорь Здравствуйте Игорь Я здесь Написано Покорились Многие Я сейчас Проверил Деяние 6-7 Игорь Ты не ушел? Нет Позвони Батюшке Как-то тебе Лучше будет И скажи Чтобы он не ездил Такая пурга Его повезут На санях Там сугробы Застрянет И человек Потеряется Кому надо Скажи Сходят Крам за водой Зачем ему Ехать сюда Все равно Половина не придет Из-за пурги А ему ехать надо И Опасность На транспорте Везде Чтобы он не ездил Я-то только за Но вы знаете Пускай кто-то Из сестер Позвонит Нет Это не авторитетно Я несколько Грубоватый Как бы Что-то Скажи Что я просил Тебя Я просил Я ему звонил Не звонился Позвони И скажи Мы очень просим Не езди Это могу С удовольствием Скажи Нам плохо будет Прямо сейчас Позвоню Братья Кто выучил Можете рассказать Сегодня у нас Стих идет Какой там Первая Иоанна 3.9 Сегодня мы должны Были выучить Мир всем Вот у меня Отец Мир всем Мир всем Стих идет Стих идет Стих идет Стих идет Стих идет Мир всем Желаю Отчитаться Давайте Первая Иоанна 3.9 Всякие Рожденные От Бога Не делают Греха Потому что Всеми Его Пребывают В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога Правильно Первая Иоанна 3.9 Всякие Рожденные От Бога Не делают Греха Потому что Семя Пребывает В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога Всякий Всякий Рожденный От Бога Не делает Греха Потому что Семя Его Пребывает В нем И он Не может Грешить Потому что Рожден От Бога Первая 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 Иоанна 3.9 Больше Больше 1 Иоанна 3,9 Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его пребывает в Нем, и Он не может грешить, потому что рожден от Бога. 1 Иоанна 3,9. Аминь. Аминь. Семя – Слово Божие. Семя – Слово Божие. А, да. Нет, семя – это я имею в виду значение. Семя пребывает. А, да-да, Гера. Семя. Да. Главное, ты Катю поправил, что всё правильно она сказала. Ты поправила. Она – да-да-да, виновата. Игорь меня поправил. А я правильно перед этим сказал. Я говорю – да-да-да, виноват. Всё-таки, значит, Слово Божие не твёрдо у нас. Это самое. Раз мы на замечания реагируем так. То есть твёрдости-то нет у нас такой. Господи, помоги. Я вот тоже использовал, когда ты сказал, многие. У меня тоже в памяти было, что многие. Но когда сказал Игорь, что некоторые, то я сразу подумал – начни правильно помню. Я оказался правым. А вот он сколько раз меня поправлял, я сколько раз соглашался, и он оказывался неправ. Но он так уверенно говорит, я думаю – ну, он же знаток. Доверяй, но проверяй правильно, Володя. Раз проверил – надо же. Вот молодец, какой Володя-то. И вот сегодня как раз в тему, что он вот такой необразованный, Володя-то, четыре класса образования, то у него он по-русски кое-как. А Слово Божие полюбил, и Господь сделал его мудрым, как как. Вот он постоянно с этими картонками ходил, 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 ходил. Вот. И вот он уже… Вот выгнает Тихо Нечадар кто-нибудь, Слово Божие не так скажет, но он наизусть не знает. Но он точно знает – вот это неправильно. То есть что-то как вот щелкнет здесь. У нас, к сожалению, пока этого нет. Вот. Этим просто нужно постоянно заниматься. Я еще хочу дать совет. Я записал себя и иду с собаками гулять. Гарнитуру уха вставил, и у меня постоянно оно прокручивается на слух еще. Можно зрением запоминать. А у некоторых еще вера – это отслышание. Вот. И ты прослушиваешь, когда постоянно, и тоже вот это… помогает. Златоуста слушаю. Постоянно кого-то иду, чтобы постоянно вот… Вот. И… Ну, ну, ну… Недостаток этого еще, что бывает, когда отвлекаешься. Вот. Вот этого не нужно делать. У Надежды Васильевны постоянно проповеди звучат. Игнает Тихович, постоянно у нее магнитофон. Но при этом то, что она внимательно слушает, не скажешь. И я по себе скажу, что… То есть, я иду, иногда мысли облуждают, эмуля на улице. А иногда… Ну, тогда я потом заново переключаю. Так, я прослушал. Я раз заново тогда еще идешь и внимательно слушаешь. Написано, смотри, как слушаете. То есть, внимательно нужно. Вот. И нужно понимать смысл. Вот у меня мама, она всегда зубрила. А я был всегда против этого. Вот. Хотя зубрить надо в Священное Писание, чтобы она как от зубов отскакивала. Но при этом надо и смысл понимать. Если ты вызубрила, смысла не понимаешь. Вот. Да, сейчас вообще сокровище. То, что есть наушники и есть гарнитура вся эта. И ты можешь… Вот ты снег убираешь там, к примеру, и все слушаешь. Просвещаешься. Вопросы там и по всем. Раньше такого не было. Раньше надо было сесть обязательно. А сейчас можно и сидя делаешь, а потом пошел еще дальше слушать. Да. Ну да, надо внимание уделять. Вот когда работа такая, не требует внимания. Вот там снег убирать там, не нужно вообще внимания к снегу. Ну, можно все внимание к смыслу слов. Да, да. А когда заучиваешь, кстати, смысл тоже доходит очень хорошо. Некоторые стихи до меня не доходили, пока я их сто сотни раз не повторил. И просто я увидел, а что я там не понимаю. Там оказывается просто окончание надо разобрать, что о чем говорится. Вот у апостола Павла, у него многие стихи такие. В окончании их надо разобраться, что к чему относятся. Так прочитаешь, думаешь, что понимаешь как-то духовно. А он конкретно говорит о чем-то. Ну вот как, что широта, долгота, глубина, высота. И уразуметь превышающее разумение любовь к Христову. Чтобы всем нам исполниться всей полнотой Божией. Ну вроде просто такие слова какие-то общие. А они конкретные слова. Есть конкретное значение, что значит полнота Божия. Превышающее разумение любовь к Христову. В чем это? Крест Христов. О кресте речь. Широта, долгота, глубина, высота. Но это вот сектантам недоступно. Апостол Павел вообще конкретно всегда говорит, что интересно. С чего конкретно имеет значение? Предметно. Но читаешь когда, никогда сразу не понимаешь эту предметность. Это надо время. Мне кажется, сегодня православные даже, но вообще апостолов не понимают, о чем они говорят. Вот если любому прочти послание апостолов, никакого понимания нет. Потому что ты читаешь и понимаешь, что это действительно не просто для понимания. А уж то, что на церковнославянском, никогда в жизни не поверю, что вообще кто-то понимает послание апостолов на церковнославянском. Ну разве что какие-нибудь монахи, которые просто постоянно этим занимаются. И то с толкований. Я как раз сейчас начитываю папку «Русский язык». И когда Игнатий Тихонович восстал, то письмо начал писать, чтобы хотя бы то, что уже одобрено, разрешили. И вот на три года запретили. И через три года, Господь видя смирение, разрешили. А я пытаюсь сейчас дальше, чтобы все богослужение было на понятном языке. Игнатий Тихонович мне сразу раз, то есть он говорит, что этого не нужно делать. То есть он боится вот этого вот, прошлых видна вот этих вот. Но я сейчас читаю, как они ловко выворачиваются, не хотят, чтобы народ понимал Слово Божие. При этом Игнатий Тихонович ей в гордости обвиняют во всем, что это только тебе надо, что только ты хочешь проповедовать. Народу-то этого не надо. И с другой стороны, действительно, народ у нас такой, как говорится, дал бы, говорит, хуже папа, да не нашел Господь. Говорит, вот у меня мама ходит в храм Московской Патрахии, ей ничего не надо. Я пришел, отстоял, свечку отставил, и все. На занятия через дорогу перейти ко мне. Нет, давай тебе интернет подключай. Нет, а ничего не надо. Ну а раз ничего не надо, как говорится, Господь говорит, насильно мил не будешь. И вот это вот ложное понимание, вот этой вот веры, что без Слова Божьего можно спастись, это самое, что ни на есть зло. Это вот тьма, вот о чем мы сегодня говорили. Господь говорит, я есть свет. Но люди более возлюбили тьму, нежели свет. Тьма, что можно без Слова Божьего спасить. Как без Бога вообще можно спастись без Его Слова? Это и нет. Поэтому слепые вожди слепых. Поэтому они и ракеты освещают, и все вот это вот, воины благословляются. Вот я вчера читала первую главу соборного послания святого апостола Петра. А это довольно трудная глава для понимания, вот даже, но для меня. Чтобы вот это понять, нужно знать все Евангелие, знать весь Слова Божьего, чтобы глубоко вникнуть в это. И я уверена, что простому, православному, тут вообще ничего не понять. Ну, такому рядовому, который ни Евангелие не читает, ничего не знает. Тут вообще не разобраться чуть-чуть. Ну, тогда, я раньше тоже, вот сколько, десять лет до этого читал, и ничего не понимал. Я читал апостолов, и как-то понимал, как-то, я так скажу, каком-то там, не то что поверхность, как-то духовно как будто. Ну, как-то это не относить, ну, непредметно, беспредметно как-то. Если спросить конкретно, о чем говорится, ну, не скажешь. Оно закрыто, когда жизнь не соответствует Евангелию, а закрыто и понимание Евангелия, на самом деле. Оно неправильно, по-монашески все понимается. Духовно его понимаешь, как бы, а пересказать действительно, это трудно. И вот в такой тьме, это же научили-то именно, нас так и научили, так и учат. Заблуждения вот эти передаются из поколения в поколение. То, что важно очень, что ты просто уверовал, как бы, что вот Иисус Христос есть Бог, пришел в церковь, покаялся, и все, теперь ты исповедующий причащаешься, просто ходишь в храм. Ну и, естественно, просто, ну, зло не делаешь никакого, грехи, да, и уже ты идешь ко спасению. А то, что евангельские заповеди исполнять, это я первый раз вообще услышал, когда читал Игнатия Бричинина. Он прямо на это напирал, вот за рог. Ну, естественно, у него оно все в покаянии только отражалось, по-монашески. Ну, вот это, а это, у этого нету, у людей в церкви, ну, редко-редко. То есть они могут это говорить, но реально вот взять Слово Божие и начать исполнять его, такого нет. Там сестра спрашивала, где прослушать, я скинул сейчас в чат, я сам начитал, ты можешь сама сестра начитать по места священного писания, сама себя записать и сама себя слушать. Следующий стих 1 Иоанна 5.18 тоже по этой теме. Рожденный от Бога не делает греха. То есть два стиха вот по этой теме у Иоанна, вот их надо знать. Что лукавый не прикасается к нему. Рожденный от Бога хранит себя, но и лукавый не прикасается к нему. Что рожденный от Бога чем отличается от нерожденного? Что он хранит себя и поэтому лукавый к нему не прикасается. Поэтому то и в православии не принято говорить о рождении свыше. То есть кто он родился, тот уже от Бога. Тому грех противен. А кто во грехах живет, они всегда называют грешные, сука грешные, многогрешные. Это дети дьявола. И ему будет это всегда, они будут противиться. Сатана противник. И когда говоришь, что я хочу понимать, а зачем тебе понимать? Ты главное чаще исповедуйся, чаще причащайся. То есть живи во грехах и все. Только их перечисляй мне и все. Это неправильное, ложное учение. Я не к тому, что не нужно на исповедь ходить, а я к тому, что рожденный от Бога не грешит и хранит себя. Вот к чему нужно стремиться. Будьте святы, как я свят. А когда начинаешь про это говорить, о святоша нашелся. Да кто когда жил по Евангелию? Никто никогда не жил по Евангелию. Поэтому им это и противно противиться этому свету. Да, речь о сознательном грехе. Человек знает, что это грех, но делает грех с надеждой, что как-то покроется. Священческой силой Божией, милосердием это покроется. И ходит, постоянно называет один и тот же грех. То есть это ложная надежда. Можно смирить. Можно смирить. Да, да. Да, вот и у меня мама говорит, ну все же мы грешим. Все да не все, во-первых. Ну а ты что не грешишь? Грешу. Но я осознанно не грешу. Мне он противен этот грех. Ну все. Хотя мы были уже в вере, что все, я один и тот же грех повторял. Один и тот же грех исповедовал. Но прошло время и все, я перестал этот грех назвать. То есть я его оставил. Вот к чему надо стремиться. То есть увы, начало покаяния. То есть я не к тому, что не нужно ходить на исповеди и не называть эти грехи. Но батюшка нам советует, лучше, говорит, не называй. Пока ты его внутреннего не возненавидишь. А называя грех на исповеди и точно зная, что ты его будешь повторять, значит нету искреннего покаяния. То тогда и не кайся. То есть придет время, как бы всем это вот это слово боже тебе. То есть совесть заговорит когда с тобой уже конкретно. И когда у тебя решимость будет оставить этот грех, тогда вот и. Ну и называть надо. Одно другому не мешает. Нет, еще идут. Надо возненавидеть грех. То есть гнев направлен внутрь себя. Это покаяние. Как вот пальцы забрать. Это гнев направлен внутрь себя. Внутрь себя возненавидел этот грех. И вот это покаяние называется. Другое название покаяния это гнев направлен внутрь себя. Ты ненавидишь его в грех. Если его не возненавидишь, то невозможно даже страха Божий иметь. Он же страх Божий не обитает там, где толерантное отношение к греху. Такое нейтральное или ровное. Или то, что он меня не касается. Я и сколько на себе замечал. Как только у меня ненависть к греху пропадает, то сразу и сближение к греху идет. Сразу же ты уже к нему менее реагируешь. Надо возгревать этот гнев по греху. Он для того гнев то и да. Это корень греха не там, где уже люди все ищут. Он иногда поглубже сидит, чем внешняя некая его форма. Этого греха, с которой часто пытаются он даже бороться. Слово Божие, оно как раз проявляет все, ты его читаешь и ты видишь суть несоответствия. И оно проникает до разделения души и духа в составах и мозгов. И судит помышление и намерение сердечное. Тон то и сила, Слово Божие, оно может проникнуть и высветить этот грех и причину саму. Ну ладно, братья. Давайте с Богом. Рад общения. С Богом. От всех, Христос. С Богом. Всем доброй ночи. С Богом.